Привет! Меня зовут Влад и это первый выпуск нашего видеоблога про Linux от Академии LPI при NTU-KPI. В нем мы будем рассказывать вам разные интересные новости о Linux и давать ценные советы по использованию этой операционной системы. Первым делом необходимо определить, что же такое Linux. Linux — это семейство Unix-подобных операционных систем, которые имеют общее ядро. Создал ее в далеком 1991 году Linus Torvalds, простой студент из университета Хельсинки. Первая официальная версия Linux состояла из ядра и трех утилит — оболочки bash, утилиты update и компилятора GCC. Ключевым решением Linus стала публикация исходного кода вместе с системой в сети интернет на условиях лицензии JPL. Ядро Linux и многие программы распространяются с исходным кодом. А это означает, что любой пользователь может посмотреть этот код и узнать, как он работает. Пользователь может вносить любые изменения, а также продавать созданные на основе этого кода программы. Единственное условие заключается в том, что вы также должны будете распространять их под лицензией JPL. Лицензия JPL как раз говорит о том, что программа должна распространяться с открытым исходным кодом. На этом все. Увидимся в следующих выпусках нашего блога. Подписывайтесь на наш канал. И помните, все будет Linux. Привет, меня зовут Влад. И в сегодняшнем выпуске нашего блога о Linux от Академии LPI мы развенчаем миф, который волнует многих пользователей Windows. Смогу ли я использовать Linux для тех же целей, что и Windows? Этот вопрос наверняка задает себе каждый, кто хочет установить операционную систему Linux на свой компьютер. И мы уверенно отвечаем вам. Конечно же сможете. Для правильного сравнения Linux и Windows важно четко определиться с какой точки зрения сопоставлять эти операционные системы. Раньше установка Linux для обыкновенного пользователя была затруднительной. Сегодня же практически все дистрибутивы имеют простую процедуру установки и демонстрационный диск Live CD, с помощью которого можно загрузить систему с CD или DVD и не устанавливать ее на жесткий диск. Создаете презентации для проведения эффективных совещаний или рисуете графики и диаграммы? Тогда успешной альтернативой пакетам от Microsoft станут LibreOffice и OpenOffice, которые успешно совмещают в себе весь пакет необходимых инструментов для учебы или офисной работы. Увлекаетесь фотографией? Хотите, чтобы благодаря обработке ваши фото выглядели более качественными и яркими? Специально для творческих личностей в Linux предусмотрена программа GIMP. Она позволит вам создавать настоящие шедевры в области дизайна и фотографии. Ну а если вы занимаетесь видеосъемкой и монтируете свои фильмы, вам обязательно понравится редактор Lightworks. В Linux много интернет-браузеров, музыкальных плееров и даже игр. Так что не сомневайтесь и смело устанавливайте Linux на свой компьютер. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. И помните, все будет Linux. Подписывайтесь на канал и ищите новые выпуски блога на нашем сайте. Привет! Меня зовут Влад и в сегодняшнем выпуске нашего видеоблога от Академии LPI Прикопы мы попытаемся развеять миф о том, что Linux не популярная платформа. Посмотрите на свой компьютер. Что вы там видите? Windows? А у своего соседа по офису тоже Windows? Так кто же тогда использует Linux? Популярность Linux увеличивается стремительными темпами, чего стоит один только дистрибутив Ubuntu, который уже использует около 8 миллионов пользователей. Давайте выделим несколько основных областей, где можно чаще всего встретить Linux. По данным топ-500, Linux используется на 90% самых мощных компьютеров планеты. Linux применяется в системах военного назначения. Встроенные компьютеры в различных устройствах, терминалах оплаты, банкоматах, мобильных телефонах и военных аппаратах также работают под управлением Linux. Linux установлен на массовых специализированных рабочих местах по причине отсутствия платы за рабочее место. А в 2008 году на Linux были переведены более 70 тысяч компьютеров французской полиции. Впоследствии подобное решение приняло и правительство Бразилии. Также различные дистрибутивы Linux используются в школах Грузии и Македонии. Операционная система Губунту является внутренним дистрибутивом Ubuntu Linux для сотрудников Google. Также такие монстры, как Facebook и Amazon используют для своих веб-сервисов Linux. Высокоскоростная железная дорога Японии работает на программном обеспечении, написанном под Linux. Фондовая биржа Нью-Йорка тоже перешла на Linux. Таким образом, все вышеперечисленные факты не только развеивают миф о непопулярности Linux, а еще и утверждают обратное. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках нашего видеоблога. И помните, все будет Linux. Привет! Меня зовут Влад и в сегодняшнем выпуске нашего блога о Linux от Академии LPI при КПИ мы рассмотрим основные преимущества этой замечательной операционной системы. Linux имеет ряд преимуществ перед своими конкурентами. Самый существенный плюс Linux – это полное отсутствие вредоносных программ. Благодаря этому можно избежать лишних расходов на защиту операционной системы и данных от вирусов. Linux – выгодная операционная система. Один дистрибутив этой операционной системы можно устанавливать по всему предприятию. А это – существенная экономия денежных средств на покупку программного обеспечения. Важной особенностью семейства систем Linux являются низкие требования к аппаратуре и поддержка разных платформ. Например, мобильную платформу Android сейчас можно встретить не только на телефонах и планшетах, а еще и на холодильниках, стиральных машинах и автомобилях. Еще один козырь Linux – это стабильность. Эта операционная система практически никогда не зависает. Дистрибутивы Linux устроены таким образом, что способны работать годами, без переустановки и даже без перезагрузки. Еще одно преимущество Linux влияет не столько на работу операционной системы, сколько на эстетическое удовольствие, которое вы получаете во время ее использования. Огромное количество визуальных компонентов позволит вам максимально настроить систему под себя. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках нашего видеоблога. И помните, все будет Linux. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА